Когда у нас есть любой определитель, то для любого элемента, ну скажем, для элемента B2, можно сделать такую операцию. Вырезать строчку и столбец, останется определитель, и вот этот самый определитель называют алгебраическим дополнением. Единственное, надо еще не забыть про знак, то есть, скажем, где-нибудь знак плюс, а если бы этот вырезать, то был бы минус. Это все плюсы, а вот эти вот минусы, в зависимости от суммы номеров по статье, в четности суммы номеров по статье и по столбцу. И, если чуть-чуть подумать, то когда у вас есть большая матрица, то можно разлагать не обязательно по строке или по столбцу, а можно разлагать по, скажем, двум строчкам. Что это значит? Представьте себе, у вас есть одна строчка и вторая строчка. Что вы можете сделать? Вы соображаете, что любой член в определителе строит в конце концов так. Мы из этой строки берем где-то число, из этой берем где-то число, вырезаем соответствующие две строки и два столбца, и смотрим, как в этом определителе знак умножаем. Так вот, а ясно же, что когда вы будете разводить эти, то будет создать другим знаком. И если посмотреть, то как раз и получается принцем матрицы 2 на 2. Значит, можно так сказать, рассматриваем всевозможные определители, которые можно, вот размером 2 на 2, получить здесь. И каждый из них умножаем по своему качественному выполнению и складываем. Вот, такой вполне понятный прием. Ну и не обязательно две строки можно было взять больше, или можно было тоже самое взять с нескольких столбцов. Правило, разумеется, будет работать. И еще одна вещь. Как, благодаря формуле определителя, естественным образом записать обратную матрицу? Это не самый лучший способ вычисления, точнее даже плохой способ вычисления, потому что придется много считать, можно быстрее. Но, чтобы теоретически, вот вдруг я захотел написать матрицу обратную в эту. Как это можно сделать? Смотрите, у меня, если вот здесь вот написать не А1, В1, С1, а вместо них написать А2, В2 и С2. То совершенно ясно, что это будет определитель, где вместо вот этих вот чисел написали А2В22, а все остальное оставили. То есть, у него будут две одинаковые строки, а то есть ноль. Значит, вот если написать вот так, то получится ноль. И это замечательно. Воспользуемся вот этой вот идеей для того, чтобы найти обратную матрицу. Идея, смотрите, какая. Берем матрицу, где большая буква обозначает амбраическое дополнение к соответствующей маленькой буквы. То есть, что такое А1? Это нужно вот в этой матрице вычеркнуть А1, строчку и столбец, и взять определитель из того, что останется. Что такое А2? Это со знаком минус, потому что у нас должно чередоваться. Нужно, значит, вычеркнуть вот строчку, где А2, находится здесь столбец, и взять вот это определитель, да, c на минус. Ну и так далее. Очевидно, что получается довольно большая буква. Давайте ее посмотрим. Довольно большая. Каждый элемент это определитель 2 на 2. То есть, b2, c3, минус c2, b3, здесь с минусом b1, c3, минус c1, b3, ну и так далее. Смотрите, в чем идея. Если вы умножаете вот эту строчку на вот этот столбец, то у вас как раз однобраическое дополнение к А1 умножается на однобраическое дополнение к А2 на дополнение к А3. И значит, получается приблизитель. А если вы ту же самую строчку умножаете на второй столбец, то фактически вместо старых А-шек получается b-шеки. А это значит, что мы рассматриваем определитель матрицы вида b1, b1, c1, b2, b2, c2, b3, 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 b3. Разумеется, если два столбца совпадают, то плюс будет 0. Значит, когда умножаете вот эту строчку на этот столбец, будет 0. Ну и во всех остальных местах так же. Давайте для определенности посмотрим, например, откуда я взял вот это. Это очень просто. У меня здесь стоит апокроическое дополнение к элементу c2. То есть я вычеркиваю вот так вот строчку на столбец. Остается матрица а1b1, а3b3. И при этом со знаком минус. Потому что вот это плюс, это минус, это плюс, это минус. И так далее. Вот таким образом мы получаем точную мемератическую формулу для обращения матрицы размером n. Повторяю, это очень плохо с очистительной точки зрения. Потому что вообще определитель считать вот так вот методом, разлагая его по сумме перестановок, это, конечно, дело тяжелое. Но, с другой стороны, формула написана. Давайте посмотрим еще, как она выглядит для случая матрицы размером 2 на 2. Там совсем легко. Что мы должны сделать? Мы должны написать матрицу. Где? На вот это место мы должны написать алгебраическое дополнение. То есть d. Сюда мы должны написать а. Вот сюда мы должны написать алгебраическое дополнение, но к симметричному элементу. То есть в дополнение b, это здесь будет минус c. Проверяем. Когда умножаем матрицу на abcd, то, смотрите, вот это при умножении даст ad минус bc. Здесь будет bd минус bd, то есть 0. Здесь будет минус ac плюс ac 0. И, наконец, здесь будет минус bc плюс ac тоже 0. Вот таким образом для матрицы размером 2 на 2 есть совсем простая формула. То есть, смотрите, для 3 на 3 там уже какие-то разности произведений. А здесь надо было просто как-то переставить и, разумеется, разделить на определитель. Потому что у нас получилось здесь не единичная матрица, а единичная умноженная на число ad минус bc, на определитель матрицы размером 2 на 2. Что еще надо помнить про определители? Ну, совсем простая вещь. Если вы выполните симметру относительно диагонали, то определитель не изменится. Почему? Да потому что у вас, когда рассматриваете матрицу, то определитель не изменится. Если вы видите из каждой строчки по одному элементу и из каждого столбца по одному элементу, то при симметрии по-прежнему в каждой строке будет один элемент и в каждом столбце будет тоже один элемент. А перестановка заменится на обратную. А знак обратной перестановки такой же как знак самой. Поэтому для любой квадратной матрицы определитель транспонированный к ней такой же как определитель самой матрицы. Продолжение следует...